Паспорт готовности, конечно, это тот документ, который говорит о готовности муниципального образования к прохождению осенне-зимнего периода. Но, учитывая тот глубок проблем, связанный с системой, структурой ЖКХ, я еще в январе месяце не питал иллюзий о том, что такой паспорт будет готов или будет получен. Об этом я министру промышленности ЖКХ и сказал. Не питая иллюзий, с вашей помощью мы сможем только приблизиться к получению паспорта готовности. Надо отдать должное, министр нас услышал. Именно поэтому и выделены такие серьезные средства. Суть-то вообще проблемы в том, что мы имеем порядка на 1 января этого года текущего, мы имели 326 предписаний Енисейской службы Ростехнадзора, без устранения которых паспорт готовности не выдается. Это шлейф еще с 2019 года, можете себе представить. И в основном этот шлейф, он родился у коммунальщиков, на мой взгляд, недееспособных. Это Тарутина ООО «Коммунальщик», это МУПРКХ, это вот самые главные носители этих предписаний. Но в том числе предписания получены не только организационного характера, касаясь обучения персонала, или создания каких-то рабочих инструкций. Многие предписания, они имели финансовую подоплеку. То есть для их снятия нужны тоже серьезные деньги, ну скажем, прохождение экспертизы зданий и сооружений, или обследование технического состояния оборудования. И это ни много ни мало, порядка 25 миллионов. Можно получить было эти документы, а зачем они, эти документы? Мы и так понимаем, что техническое состояние оборудования, оно изношенное, ветхое. Поэтому получить еще документы за эти деньги, поэтому приоритеты были расставлены совершенно по-другому. Лучше повысить надежность оборудования, надежных знаний, чем приближаться к паспорту готовности.